Раз уж вы заговорили о творческой интеллигенции, Людмила Марковна Гурченко, покойная, рассказывала мне, у нее крик души был, как во время фестиваля молодежи и студентов в Москве в 57-м году, она уже снялась в карнавальной ночи, она уже кинозвезда, ее вызвали в КГБ и сказали, что вот впереди фестиваль, вам надо поработать, она говорит, а каким образом? Спать с иностранцами. Да, я в курсе. Она отказалась, потому что ее свекровь, которая сидела, сказала, никогда не иди с ними на сотрудничество, она отказалась и вычеркнули ей из жизни многие годы. Да, ее карьера бросла, можно слышать. Ей сказали, фамилии такой знать не будут, пыль превратим и так далее. Михаил Казаков, покойный, признался мне в том, что он работал на КГБ. Куда деваться? Спал с женщинами, соответственно, добывая у них информацию, подставили там одного атташе, напоили, значит, похитили документы и так далее. И Людмила Марковна мне сказала, а все остальные согласились. И все эти актрисы ездили за рубеж, снимались в фильмах. Правильно. Это была плата сотрудничества с органами, плата за какие-то свободы, в частности, свобода передвижения за пределами страны. А иначе тебя в ЦК бы не допустили.